здравствуйте дорогие друзья продолжаем цикл наших рождественских программ и сегодня мы снова поговорим с вами о библейских пророчествах о пришествии мессии и мы прочитаем с вами сегодня один стих эта книга пророка исаи 9 глава стих номер 6 здесь сказано ибо младенец родился нам сын дан нам владычество на раменах его то есть на плечах его и нарекут ему имя чудный советник бог крепкий отец вечности князь мира очень примечательно что за 700 лет до рождения христа пророк исаи предрек пришествия мессии в этот мир он не просто сказал что родится какой-то ребенок родится какой-то царь давно он дает очень много имен господа здесь и одного из имен которые здесь сказано отец вечности он показывает то что это будет не просто ребенок это будет божественный ребенок в котором будет жить сам бог телесно но сегодня я хочу чтобы мы поговорили с вами не об этом имени отец вечности о другом имени который также записано в этом стихе это имя князь мира по-еврейски это звучит как сар шалом сар по-другому князь принц лидер командир шалом это мир но не тот мир да как вот отсутствие войны а мир такой сердечный внутренний мир до полнота всего целостность всего таким образом сказано что иисус является лидером царем князем командиром от целостности и всей полноты мира который может быть в жизни человека знаете я хочу вам сегодня сказать такую вещь что если иисус является князем мира то в какой бы вы ситуации не находились сегодня неважно какие трудности происходят в вашей жизни может быть это какие-то беспокойства депрессия разрушенные отношения проблемы на работе проблемы в жизни семье там может быть вам нужно исцеление так если вы обратитесь к иисусу то он дарует вам свой мир когда иисус был на земле он сказал такие слова придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас возьмите иго моё на себя и научитесь от меня и биокроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим иисус является князем целостности полноты и мира поэтому в какой бы ты ситуации не находился сейчас очень важно чтобы ты мог прийти сейчас к иисусу знаете есть такая ситуация что когда мы находимся не в состоянии покоя то мы не можем решить проблему мы не можем понять какие действия нам нужно сделать мы не можем правильно оценить ситуацию и принять правильное решение поэтому иногда господь говорит людям которые труждающиеся которые обременены что перестань суетиться перестань беспокоиться перестань бояться доверься мне остановись взыщи меня взыщи моего лица и ты найдешь покой в своей душе я покажу тебе путь которым ты пройдешь и даже если тебе не видно этого пути то я раскрою перед тобою воды моря чтобы ты мог пройти по ним как посоху знаете я хочу чтобы сейчас если ваше сердце действительно труждается обременено если в вашей жизни какие-то трудности беспокойства вы не видите выхода из ситуации просто хочу сказать вам остановитесь и познайте что иисус является князем мира обретите мир в сердце который дает бог и вы увидите тот выход который он укажет вам я надеюсь что вам нравятся эти передачи и с просмотром каждой из них ваше сердце наполняет все больше и больше радостью миром и полнотой отношений с богом и что чудо рождества она приходит в вашу жизнь по третьего данные программы нравятся то пожалуйста напишите свой комментарий поставьте лайк поделитесь этой программой на своей стене в любой социальной сети чтобы больше людей смогло увидеть данные программы и чтобы вы нам могли помочь в продвижении нашего контента поэтому пожалуйста также если вы еще не подписаны подпишитесь на меня мне будет очень приятно я буду рад общаться с вами и видеть вашу реакцию на данные программы желаю вам счастья и благословения